Проиграли, конечно, огорчены этим, достаточно много владели инициативой, но не пользовались так, как хотелось бы, конечно, тем преимуществом, которое у нас было. Локомотив играл больше на контратаках, в принципе, в большинстве из них мы все-таки не давали пространства, но определенные ошибки индивидуальные, которые были во втором тайме, в частности, где наш вратарь сыграл достаточно хорошо, не позволил сопернику забить, нивелировал эти ошибки наших защитников. В целом, конечно, что касается тех моментов, которые мы создавали, конечно, очень сложно было играть. Локомотив играл практически всей командой возле своих ворот, мы пытались играть низом. Что-то получалось, что-то нет. Ребята полностью отдавались игре и, конечно, хотели победить, но сегодня не сложилось. Сейчас будет пауза, поработаем, я думаю, что сделаем правильный вывод. Олег Георгиевич, команда очень мало забивает. В большинстве матчей весной она еще и создает значительно меньше голевых моментов, чем соперников. В частности, сегодня тоже. Есть ли воспонимание, что происходит с нападением и как эту ситуацию улучшить? Понимание есть, мы улучшаем. Определенные тренировки мы проводим, конечно, на тем, как мы будем, конечно, выходить к воротам, разыгрываем разные комбинации. Но еще раз говорю, что что-то получается, что-то нет. Сыграли достаточно серьезными сейчас соперниками и с «Зенитом», с «Териком», с «Локомотивом». Играли в меньшинстве 80 мил с Мордовией. Достаточно тяжелые игры. Но, конечно, недоработки есть, но мы это понимаем. Работаем. Положим. Если по персоналиям у Ахмедова сегодня огромное количество брака, Смола совершенно не заметит, придерживает мяч регулярно. Что происходит с рядом игроков, которые сейчас не показывают, наверное, своего уровня? Ну, посмотрим статистику, кто сколько мы сделал брака. Не думаю, что Ахмедов сделал слишком много брака. Да, Смолов, может быть, где-то излишне передерживал мяч. Вот. В принципе, поэтому мы и заменили его, чтобы вышли другие игроки, были свежие, поиграли. Уже больше в пас, острее играли в 1-2 кассане. Но, еще раз говорю, бывают такие матчи, как сегодня, где желание было большое, но оно, наверное, чересчур было большим, что мешало определенным игрокам показать себя с лучшей стороны. Чемпионат Душкаком, скажите, есть ли у вас претензии к судейству по этой игре? И второй вопрос, в каком состоянии Козинский? Претензии лично у меня есть, я в прямом эфире сказал, определенные моменты игры, где в первом тайме два раза попадал в руку, и там надо смотреть, разбираться, где было умышлено, где неумышлено. Фол на Козинском, в моем понимании, то, что я видел, еще не смотрел видео, но прямо передо мной эпизод был, игрок отчетливо шел на Козинского, в голову, плечом, локтем, не знаю, чем он там попал, но Козинский получил сотрясение, игрока унесли или же убили, значит, это уже красная карточка. Если мы определенные моменты посмотрим в других лигах или же в нашей лиге, где тоже были моменты, удаляли игроков за более такие фолы, которые не приводили к травмам серьезным, а здесь сотрясение мозга. Что можно сказать? Конечно, здесь ошибка судей, но во втором тайме по Калешину тоже надо смотреть эпизод, игрок. Первый на мяче Калешин, его, да, задевают, может быть, незначительно по ноге, но он теряет равновесие, падает. Почему нет? Поэтому, конечно, все ключевые эпизоды, которые я назвал, они спорны, в них надо разбираться. Поэтому я и говорю, что претензии есть. Игорь Геннадьевич, оцените, пожалуйста, сегодняшнюю игру и, в частности, сильно ли ли вмешал ветер, но сильно ли какие-то коррективы? Сразу на второй вопрос отвечу сначала, что насчет ветра мы конкретно тренерский штаб не чувствовали, мы сидели, с ребятами на эту тему еще не разговариваем. Вот так, по игре, такая была нервная игра, потому что мы и Краснодар находимся рядом в турнире-таблице, зная результаты сыгранных матчей уже соперника. Поэтому, как бы я скажу, сегодня игра была, может быть, даже как за шесть очков. А Краснодар, я скажу, очень отличная команда, играет в атакующем стиле, мне всегда нравилась игра Краснодара. Спасибо. Спасибо.